Пациентка вам не придется словами «Доктор, у меня мезонтериальная ишемия». Это я к тому, что в моих видео вы не найдете классической нозологической системы подачи информации. Другими словами, вместо того, чтобы рассматривать ампидицит, язвенную болезнь, болезнь крона и так далее, мы будем концентрироваться на жалобах пациентов и их демографических группах. И сегодня наш с вами пациент жалуется на острую боль в животе. С точки зрения неотложной медицины, ваша первостепенная задача – это удостовериться, что жизни пациента в данный момент ничего не угрожает. Ну, либо удостовериться в обратном, принять соответствующие меры. Однако в реальности большинство пациентов не будут умирать прямо на приеме у врача. Отсюда вытекает ваша вторая задача – знать частые причины заболеваний. На одного пациента с ампидицитом в вашей практике придется 15-20, а то и больше пациентов с гастроэнтеритом. При этом и у тех, и у других жалоб будут включать боль в животе. Так что запомните популярную американскую поговорку – «common things are common». Ваша третья задача – это облегчить страдания пациента. И речь не всегда будет идти о лечении причины заболевания. Сделать жизнь пациента лучше вы можете многими разными способами, но я бы хотела особенно остановиться на трех. Вылечить причину. Например, отправить к хирургам на холецистоктомию больного с холециститом. Помочь симптоматически. Например, поставить внутривенный физраствор пациенту с обезвоживанием из-за гастроэнтерита. Дать ответы на вопросы. Особенно хочу остановиться на данном пункте. По моему опыту, существенный процент пациентов обращаются к врачу просто, чтобы понять, что с ними происходит. Почему после каждого завтрака у меня вздутие живота? Почему мне больно заниматься сексом? Смогу ли я когда-нибудь избавиться от рака? Вы всегда должны быть честны с вашими пациентами. Как врач, вы пользуетесь доверием ваших больных, и они порой напрасно думают, что вы знаете ответы на все их вопросы. Даже если это не так, поделитесь своими идеями с пациентом, расскажите данные статистики, или просто спросите, что у них на уме и что их гложет. Я не могу вам точно сказать, что вызывает вздутие без дополнительных тестов, но чаще всего такие симптомы бывают при непереносимости лактозы или глютена, или при синдроме раздраженного кишечника. Давайте попробуем несколько разных диет, пока вы ждете результатов анализов, и посмотрим, поможет ли это вздутию. Для того, чтобы ответить на данный вопрос, мне нужно знать немного больше о вашей проблеме. Пожалуйста, скажите подробнее, что именно вас беспокоит во время секса. И не переживайте, с данными трудностями сталкивается огромное количество женщин, и, как правило, такие проблемы решаемы. Я не могу вам точно сказать в вашем конкретном случае, но статистически избавиться от рака поджелудочной на данной стадии шансов мало. Однако это не значит, что мне нечем вам помочь. Мы с вами можем попробовать разные методы лечения, чтобы продлить вашу жизнь, а также избавить вас от боли или тошноты. Вообще, сама по себе боль бывает очень разной. Для удобства разберем несколько основных видов боли. Висцеральная боль берет начало от рецепторов в стенке полых органов и в капсулах париксхематозных органов. При этом боль от таких рецепторов является тупой и трудно локализуемой. А именно, висцеральная боль от различных абдоминальных органов обычно воспринимается в трех анатомических локациях – в эпигастрии, центральном животе и внизу живота. Причиной тому является эмбриологическое развитие органов и висцеральных болевых рецепторов. Органы, берущие начало из передней кишки, такие как желудок, поджелудочная, печень и проксимальная часть 12-перстной кишки, продуцируют боль в эпигастральных отделах. Боль из органов, производных от средней кишки – средняя и дистальная части 12-перстной кишки, тонкая кишка, проксимальная часть толстой кишки – ощущаются в околопупочной области, а производные от задней кишки – осадок толстой кишки и половые органы – болят внизу живота. Париетальная боль. Производится нервными окончаниями брюшины и провоцируется на уровне дерматомов. Это значит, что такую боль намного легче локализовать и, как правило, эта боль воспринимается как острая или кинжальная. Отраженная боль. Это когда болит где-то в одном месте, отдает в другое. Например, про эхолециститы боль может отдавать в правое плечо. Конкретно для живота также часто встречается боль спастическая, которая связана с перистальтикой кишки. С наступлением перистальтической волны в болезненном участке кишки возникает резкая острая боль, которая постепенно утихает в течение 1-2 минут. Боль сжения. Опять же, упоминаю об этой разновидности из-за специфики нашей темы. Сжения крайне специфичны для инфекции мочевыводящих путей – циститов. Для врачебных целей важно понимать различные виды боли, так как от этого кардинально меняется ваш план лечения. Например, больной с жалобами на спастическую боль в животе, который спокойно сидит на стульчике и копается в телефоне, меня тревожит намного меньше, чем больной, лежащий в позе эмбриона, с потом на лбу, жалующийся на локализованную острую боль. С точки зрения физикального осмотра, в первую очередь важно уметь различать пациентов на больных и небольных. Это такой базовый навык любого врача, вне зависимости от того, с какой жалобой к вам пришли на прием. При дифференцировании на больных и небольных в ход идет в первую очередь здравый смысл. Как пациент выглядит? Он лежит без сознания, спокойно с вами разговаривает или что-то среднее? Как выглядят кожные покровы? Есть ли бледность, желтуха, землистый оттенок? Есть ли капли пота на лице? Трясется ли ваш пациент в ознобе? Также всегда надо пользоваться vital signs – показателями ЧСС, частоты дыхания, давления, температуры, сатурации. Не падает ли давление? Есть ли жар или тахикардия? Просто, дешево, быстро. А вы уже можете понять, есть ли у вашего пациента сепсис. Говоря конкретно об острой боли в животе, нам, конечно же, надо уметь диагностировать острые животы – перитонит. Помимо классического жесткого болезненного живота и симптома раздражения брюшины, крайне чувствительными находками для перитонита являются резкая острая боль в животе при кашле, резкая острая боль в животе при постукивании по пятке выпрямленной ноги, особенно хорошо подходит для физикального осмотра детей. Ну и, конечно, если вы подозреваете конкретную патологию, всегда нужно использовать специфичные для этой патологии маневры. Симптом Мерфи при холецистите, костовертебральный тест при пиле нефрите, болезненность в точке Макбурне при аппендиците и так далее. Итак, боль в животе – это огромная и очень сложная тема, и у нас, ну, никак не получится разобрать все патологии, ассоциированные с этой жалобой. А потому давайте остановимся на следующем. То, что их убьет, и common things are common. В реальной практике пациенты редко будут жаловаться на изолированную боль в животе. Обычно вы будете сталкиваться с комбинациями вроде «боль в животе и рвота», «боль в животе и диарея», «боль в животе и жар». Это позволит вам сузить дифференциальный диагноз. Я долго думала, как структурировать это видео, и решила пойти по принципу «главная жалоба» и «кто ваш пациент?». Поясню. Боль в животе у 20-летней девушки наводит на совершенно другие мысли, нежели такая же жалоба у 70-летнего мужчины с кучей сопутствующих заболеваний. Ну что ж, давайте приступим. Боль в животе у младенца. От рождения до 3 месяцев. Тут вам сначала надо понять, что боль находится именно в животе. Дети в совсем раннем возрасте не могут не то что пожаловаться, но даже локализовать боль. Скорее всего, вы услышите от родителей что-то вроде «Мой сын не перестает плакать, и у него раздут животик». Либо «Он постоянно кричит, и сегодня у него началась рвота». Категория «То, что их убьет». Некротизирующий энтероколит. Катастрофическое заболевание с ужасающей смертностью в 20-30%. Распространенность около 7% среди младенцев весом от 500 до 1500 грамм. Другими словами, если вам принесли недоношенного младенца с какими-то проблемами с животом, всегда держите в уме некротизирующий энтероколит, особенно если пациент находится на искусственном питании. Классическая триада жалоб – это отказ от еды, вздутие живота и кровавый стул. Диагноз ставится на основании рентгена живота. Патагноманической находкой является интерстициальный пневматоз, то есть газ в стенке кишки. Завороток кишок. Диагноз ассоциирован с мальнаротацией кишечника – врожденной патологией, когда кишка неправильно закручивается вокруг верхней брыжечной артерии во время внутриутробного развития. Классические жалобы – это рвота с желчью, вздутие живота и констипация. Диагноз ставится на основании рентгена ЖКТ с оральным контрастом, например, с баррием. Патагноманическая находка – это птичий клюв – артефакт, вызванный об нормальной позиции кишки. Ущемленная грыжа. Среди младенцев чаще всего встречаются ущемленные непрямые паховые грыжи. Особенно подвержены недоношенные мальчики. Диагноз можно поставить клинически, на основании физикального осмотра. Если грыжу не удается вправить, то высока вероятность негроза ущемленной части кишки. Перекрут яичка. Может быть, и не убьет пациента, но вот яичко убить может запросто. Считается, что если не раскрутить яичко в течение 12 часов, то его придется удалять из-за нежизнеспособности. Отсюда американская поговорка. Time is testicle. Все мальчики и молодые мужчины с болью в нижних отделах живота должны вызывать подозрения на перекрут яичка. Диагноз ставится на основании физикального осмотра и тестикулярного ультразвука с доплером. Болезнь гершпрунга. Патофизиология болезни гершпрунга заключается во врожденном отсутствии внутристеночного нервного сплетения в части толстой кишки. Без данного сплетения невозможно формирование нормальной перистальтической волны. Это заболевание часто встречается среди младенцев с синдромом Дауна, и чревато оно развитием токсического мегаколона. Классический ключ к диагнозу – это отсутствие стула в течение первых 24 часов жизни младенца, а также периодическая взрывная диарея и вздутие живота. Диагноз ставится на основании биопсии ректальных отделов кишки. Неслучайная травма. Другими словами, насилие над младенцем. Сейчас только упомяну, что необходимо всегда держать этот диагноз в уме. Про физическое насилие над детьми сделаю отдельное видео позже. Уф, вроде разобрались со смертоносными диагнозами. Теперь давайте разберем то, с чем вы будете сталкиваться в разы чаще. Констипация. Классическая причина боли в животе у пациентов всех возрастов. Колики. Те, у кого есть дети или маленькие братья и сестры, наверняка на личном опыте знают о коликах побольше любого эксперта. Колики вызываются растяжением кишечной стенки газами. После естественной эвакуации газов проходит и колика. Острый гастроэнтерит. Боль в животе, рвота и диарея. Чаще всего причина кроется в банальном гастроэнтерите. В такой ситуации главное следить, чтобы у ребенка не наступило обезвоживание от излишних потерь жидкости. А сама болеть пройдет со временем. Теперь переходим к следующей демографической группе. Боль в животе у маленького ребенка. От 3 месяцев до 3 лет. Детки постарше уже могут, если не самостоятельно пожаловаться на боль в животе, то хотя бы эту боль локализовать с помощью жестов. Начнем со смертоносных заболеваний. Мы уже разобрали заворота кишок, перекрут яичка, которые также относительно часто встречаются среди детей дошкольного возраста. Поэтому давайте перейдем к патологиям, о которых мы еще не говорили. Инвагинация кишечника. Происходит при телескопировании одной части кишки в другую. Это может привести к кишечной непроходимости, отеку стенки кишки и, со временем, некрозу кишечника. Классическая находка – это жалобы на периодическую боль в животе, чередующуюся с асимптоматическими интервалами. Диагнозу способствует ультразвук. Патогномоническая находка – это знак мишени, представляющий из себя поперечный срез телескопированного участка кишки. Аппендицит. Встречается не так уж и часто в данной возрастной группе, но и казуистикой воспаление аппендикса назвать нельзя. Клиническая картина детей примечательна частой манифестации с тошнотой и рвотой, нежели с самой болью в животе. В целом, дети реже демонстрируют классическую историю с миграцией боли от центра их живота к точке Макбурне. Еще одно отличие в диагностике. Если взрослым для подтверждения диагноза мы без колебаний заказываем КТ, то с детьми все сложнее. Они намного чувствительнее к радиации и у них в запасе больше лет жизни для того, чтобы успеть вырастить злокачественную опухоль. По этой причине детям лучше назначать ультразвук аппендикса вместо КТ. Опухоль. Конкретно речь идет об опухоли Вильмса, нейробластоме, гепатобластоме, которые нередко манифестируют именно в этом возрасте. Опухоль Вильмса, она же нефробластома, особенно часто манифестирует у детей в возрасте до 5 лет. В некоторых случаях опухоль двусторонняя, то есть поражает обе почки. Сама по себе нефробластома обычно безболезненна, но симптомы дискомфорта в животе могут быть вызваны с давлением опухолью окружающих тканей. Нейробластома – это опухоль, берущая начало в симпатической нервной системе. Как и нефробластома, более 90% случаев выявляются среди детей до 5 лет. Частая локация нейробластомы – это забрешенное пространство, где, собственно, и находятся симптоматические нервные сплетения. Гепатобластома, как следует из названия, это злокачественное образование печени. Наиболее часто поражает детей в возрасте до года. Вызывает как симптомы с давлением мягких тканей, так и классические симптомы поражения печени, такие как желтуха. Во всех случаях высока вероятность обнаружения опухоли во время простой пальпации живота. Новообразования, которые достаточно крупные, чтобы вызвать симптомы, часто можно легко пропальпировать через тонкую детскую брюшную стенку. Теперь давайте поговорим о более частых виновниках боли в животе у детей от 3 месяцев до 3 лет. Констипация и гастроэнтерит остаются лидерами нашего списка, но теперь к ним присоединяется еще и третий частый диагноз. Инфекция мочевыводящих путей или ИМП. Я поставила ИМП в категорию несмертоносных заболеваний потому, что, как правило, данная проблема ограничена циститами и уротритами. При этом нелеченный пилонефрит может и убить пациента, но в реальной практике до таких крайностей обычно не доходит. Интересно, что маленькие дети с ИМП, в отличие от взрослых, обычно жалуются на боль в животе, рвоту и диарею, нежели чем на классическое жжение при мочеиспускании. Еще одно отличие в более частном развитии жара у детей с ИМП по сравнению со взрослыми. Диагноз ставится клинически и на основании анализа и культуры мочи. К сожалению, дети до 3 лет обычно не могут предоставить чистый образец мочи и поэтому почти всегда приходится добывать мочу с помощью катетера. Пневмония. Не совсем очевидная причина боли в животе. Дело в том, что маленьким детям может быть трудно отличить боль в диафрагмальных отделах плевры и боль в верхних отделах живота. Так что если родители вам описывают симптомы респираторной инфекции, такие как кашель, дренит, повышение температуры, но при этом также жалуются на боль в верхних отделах живота, обратите внимание на характеристику этой боли. Если ребенок сильно плачет после кашля и не может сделать глубокий вдох, то думайте о плеврической боли. Осмотры живота, конечно, все равно сделать надо, но не давайте себя отречь от вашего главного подозреваемого – пневмонии. Подтвердить диагноз может рентген. Переходим к следующей возрастной группе. Дети от 3 до 10 лет. Возраст выбран не случайно. Именно после 10 лет начинается физиологическая дифференциация на мальчиков и девочек, что значительно меняет ваш дифференциальный диагноз. По традиции, давайте начнем с категории «То, что их убьет». Мы уже говорили об обмедиците, который, кстати, намного больше шансов обнаружить у детей постарше и подростков, чем у дошкольников. О перекрутии яичка и об опухолях. Все эти диагнозы должны быть у вас на радаре при осмотре школьников с болью в животе. Теперь давайте добавим еще парочку для полноты картины. Диабетический кетоацидоз – ДКА. Младший школьный возраст – это любимое время манифестации диабетиков первого типа. Самое частое время начала заболевания от 4 до 7 лет. Отсюда правило. Всем детям с абедоминальными жалобами полагается измерение уровня глюкозы капиллярной крови. Не зря говорят «глюкоз is a vital sign». Классическая картина – это постепенное развитие боли в животе, тошноты и рвоты, а также снижение уровня ментации у ранее здорового ребенка. Диагноз ставится на основании комбинации клинической презентации, уровня глюкозы крови, наличия кетонов в моче, а также метаболического ацидоза с увеличенным анионным интервалом. Панкреатит и холецистит довольно редко встречаются среди препубертатных детей. Если же данные патологии имеют место быть, это обычно связано с какими-то другими заболеваниями, такими как нарушение развития соединительной ткани или фамильная гипертриглицеридемия. Подробнее разберем панкреатит и холецистит чуть позже. Переходим к «common things are common». Констипация, гастроэнтерит и инфекции мочевыводящих путей остаются в фаворитах. Пневмония тоже должна входить в дифференциальный диагноз при наличии подходящей клинической картины. У детей до 10 лет появляются и более взрослые заболевания, о которых мы сейчас с вами поговорим. Стрептококковый фаренгит – неочевидный диагноз, но крайне частый среди данной возрастной группы. Большинство больных будут играть по правилам и жаловаться на боль в горле, но значительное число пациентов попробуют вас заподать и манифестируют болью в животе. Поэтому постарайтесь проводить осмотр глотки у детей с абдоминальными жалобами, особенно если у них повышенная температура. Диагноз клинический, который можно подтвердить мазком на бета-гемолитический стрептококк. Язвенная болезнь. Ни для кого не секрет ассоциация язвенной болезни с инфекцией хеликобактер пилори. Тогда как само заражение может произойти практически в любом возрасте, бактериям необходимо время, чтобы нанести серьезный вред. И как раз годам к 10 этого времени может быть достаточно. Язвы чаще всего находятся в 12-перстной кишке или в дистальных отделах желудка. Диагностика обычно включает как уриазный дыхательный тест, так и гастроскопию с биопсией. Нефролитиаз. Опять же, для образования камня требуется время, даже среди детей с врожденными нарушениями метаболизма. Конечно, детский нефролитиаз – заболевание в среднем довольно редкое, однако я все равно решила его включить из-за относительно высокой распространенности в южных странах СНГ. Классические симптомы, такие как боль в боку, сопровождающиеся паховой болью, вы услышите только от 7% детей с камнями в почках, по сравнению с 75% жалующимися на простую боль в животе. Про кровь в моче вам расскажут 15% педиатрических пациентов. Диагноз у взрослых обычно ставится на основании анализа мочей КТ. Из-за проблем с повышенной чувствительностью детей к радиации лучше всего начать с ультразвука для поиска гидронефроза. Если после ультразвука ваше подозрение на нефролитиаз остается высоким, то можно перейти к внутривенной пиелографии или той же самой КТ. На этом можно считать наше знакомство с педиатрической болью в животе завершенным. После 10 лет мальчики идут отдельно, а девочки отдельно. Средний возраст начала менструации от 11 до 14 лет. При этом с каждым десятилетия в менархе наступает все раньше. Начнем с пациентов попроще. Боль в животе у мужчин. К классическим, наиболее опасным причинам острой абдоминальной боли относятся несколько патологий. При этом менее половины из них берут начало в самой абдоминальной полости. Тройная А. Аневризма абдоминальной аорты. Классически встречается среди пожилых курящих мужчин. Само по себе наличие аневризмы, хоть и является проблемой, но паники у вас вызывать не должно. А вот если у пациента появляются острые симптомы, или если вы находите аневризму более 5 см в диаметре, то время бить тревогу. Беда таких аневризм в том, что они любят рваться и расслаиваться. Жалобы варьируют от резкого начала боли в животе до боли в спине, паху, боку или даже бедре. Некоторые пациенты демонстрируют гипотензию и обмороки, а также неврологические симптомы, вызванные ишемией спинного мозга. Начать диагностический процесс лучше всего с ультразвука абдоминальной аорты, сенситивность которого достигает 90%. Большинство пациентов также пройдут через КТ, прежде чем отправятся в операционную или в реанимацию. Острый коронарный синдром включает в себя нестабильную стенокардию и инфаркт миокарда. Конечно, большинство пациентов будут скорее жаловаться на боль в груди, чем в животе. Однако до 30 больных демонстрируют атипичную презентацию, включающую боль в животе. Многие американские врачи неотложенной медицины берут за правило снимать ЭКГ у каждого пациента старше 50 лет с болью в верхних отделах живота. Мезонтериальная ишемия представляет из себя, по сути, гангрену кишки, чаще всего вследствие окклюзии брыжечной артерии. Ужасающее заболевание со смертностью в 60-80%. Итеологически выделяют три главных типа острой мезонтериальной ишемии. Эмболический – около половины случаев, артериальный тромбоз – 30% и неокклюзивный тип – 20%. Если причина окклюзии брыжечной артерии в тромбоэмболизме, то причина часто скрывается в фибрилляции предсердия. Тромбоз брыжечных артерий тоже не возникает на голом месте. Ему обычно предшествует десятилетие тяжелого атеросклероза. Ну а неокклюзивная мезонтериальная ишемия – это классическая презентация пациента форита с полиорганной недостаточностью. И вызвана она глобальной гипоперфузией тканей или, по-простому, шоком. Патагномонический признак мезонтериальной ишемии – очень сильная боль при пальпации живота, при отсутствии признаков острого живота на физикальном осмотре. То есть больному очень больно, а вот живот выглядит вроде неплохо. Значительно увеличенный лактат поможет вам в обосновании диагноза. Подтвердить диагноз поможет КТ-ангиография живота и таза. Перфорация. Классическая история – это мужчина средних лет с острым началом кинжальной боли в верхних отделах живота 3 дня назад, которого к вам принесли на носилках без сознания после того, как его жена заставила вызвать скорую. Перфорация чаще всего происходит на месте язвы, а язвы любят образовываться в 12-перстном кишке и пилорических отделах желудка. Кинжальная боль возникает из-за раздражения брюшины с содержимым в желудке. С течением времени боль становится менее локализованной и появляются системные симптомы из-за развития перитонита. Если подозреваете перфорацию, то быстрый способ проверить теорию – это сделать быстрый рентген живота в вертикальном положении пациента. Если видите свободный газ в брюшной полости, то звоните хирургам. Кишечная непроходимость. Для цели данного видео будем рассматривать только полную механическую непроходимость. Она может быть вызвана опухолью, заворотом кишок или тяжелой констипацией. Любой пожилой больной с жалобами на боль в животе, констипацию и рвоту должен вызывать сильное подозрение на кишечную непроходимость. В то время как рентген живота может применяться в диагностике заболевания в больницах с лимитированными ресурсами, если есть возможность, лучше заказать КТ живота и таза с контрастом. Холецистит. Правило 4F. Гласит Female, 40, Fat, Fertile. Равно холецистит. Но и среди мужчин это заболевание не редкость. Чаще всего воспаление желчного пузыря вызвано закупоркой пузырного протока камнем. Механизм примерно такой же, как и при формировании акне. Если есть железа, а выхода секрету нет, то все, что проксимальнее абструкцией, начинает воспаляться и инфицироваться. Комбинация жалоб на боль в верхнем правом квадранте живота и положительного знака Мерфи – это невозможность сделать вдох при нажатии на область желчного пузыря. По сути, гарантирует назначение ультразвука. Ну и на основании ультразвука ставится диагноз и вызваниваются хирурги. Аппендицит, ущемленную грыжу и перекрут яичка мы с вами уже обсуждали ранее. Скажу лишь, что данные заболевания встречаются гораздо чаще среди молодых мужчин, чем среди детей. Конечно, можно продолжать бесконечно обсуждать причины заболевания, которые могут убить ваших пациентов. Но я не хочу уходить в казуистику. Наиболее частые и важные эпиднозологии мы с вами уже разобрали. Теперь поговорим о несмертельных, но очень частых причинах острой боли в животе у взрослых мужчин. Тут будет оговорочка. Обычное несмертельных. Синдром раздраженного кишечника – самая частая причина хронической боли в животе. Но все с чего-то начинается, и любая хроническая боль когда-то была острой. К тому же многие пациенты вам будут говорить, что симптомы начались недавно, забыв упомянуть, что такие же симптомы были вчера, и позавчера, и неделю назад, и в том году тоже. Вызван синдром? Да, на самом деле никто не знает, чем он вызван. И диагноз вы на основании одного визита поставить не сможете. Короче, просто знайте, что если вы исключили все другие патологии, то может быть у вашего пациента простой СРК. Панкреатит. У панкреатита есть 7 главных причин. Алкоголь. 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 Желочные камни. Желочные камни. Гипертриглицеридемия. И... Эээ... Я не знаю. Большинство пациентов не будут умирать у вас на приеме. Панкреатит может порою быть очень болезненным, а также может вызывать серьезные осложнения. Но подавляющее большинство пациентов пройдут на поправку после пары дней голода и внутривенного физраствора. Для диагноза вам нужно набрать 2 из 3. Характерная боль в верхних отделах живота с радиацией к спине. Липаза, как минимум в 3 раза выше нормы. И КТ живота с критериями панкреатита. Дивертикулит. 80% американцев старше 65 страдают от дивертикулярной болезни. Остальные 20% не знают, что у них дивертикулярная болезнь. Дивертикулы – это маленькие грыжи слизистой и подслизистой оболочек толстой кишки, сквозь слабые места в мышечной оболочке. Эти дивертикулы обычно не причиняют особого дискомфорта, кроме того, что они могут подкрабливать. Однако порою по той или иной причине дивертикулы воспаляются, и получается дивертикулит. Обычно жалобы включают боль в нижнем левом квадранте живота. Иногда жар, иногда кровь в стуле. Диагноз ставится на основании КТ с контрастом. Опоясывающий лишай Боль в животе иногда значит боль кожи живота. Опоясывающий лишай – это долгосрочное последствие, перенесенное в детстве в ветрянке. Обычно встречается среди пациентов старшего возраста и манифестирует визикулярной сыпью одного или нескольких дерматомов. Это значит, что сыпь никогда не пересекает срединную линию. В общем, перед тем, как отправлять пациента на КТ, попросите его показать вам живот. Да и вообще, хорошая идея при проведении любого физикального осмотра просить пациентов снять рубашку. Болезнь крона и язвенный колит – тяжелые заболевания, часто требующие оперативного вмешательства. Скорее всего, за свою практику вы столкнетесь с немалым количеством пациентов с данными патологиями. Для данных больных характерны обострения, с которыми они часто попадают в приемный покой. Ваша задача – это исключить тяжелые осложнения заболеваний, формирование абсцессы, кишечной непроходимости, перфорации, токсического мегаколона, что, как правило, достигается путем КТ живота и таза с внутривенным контрастом. Также понадобится общий биохимический анализ крови, маркеры воспаления и, в некоторых случаях, культуры крови. Констипация и гастроэнтерит продолжают быть нашими лучшими друзьями в любом возрасте. Мы уже говорили с вами про невролитиаз, но просто хочу напомнить, что взрослым можно без проблем назначать КТ вместо менее сенситивного ультразвука. На этом наше краткое ознакомление с мужской болью в животе подходит к концу. Мы переходим к нашей последней демографической группе – женщинам. Боль в животе у женщин, которые вроде как не беременны. Естественно, что все причины боли в животе мужчин применимы и к женщинам, за исключением перекрута яичка. Но помимо вышеперечисленных заболеваний, вам надо будет всегда рассматривать и чисто женские патологии. Проблемы женщин, которые точно беременны, я вообще в этом видео рассматривать не буду, потому что беременные женщины – это совершенно другой вид. Итак, для начала поделюсь с вами самым главным правилом. Каждая женщина от 10 до 65 лет беременна, пока не доказано обратного. Второе правило. Я не беременна. Я всегда использую контрацепцию. Я девственница. Не являются доказательствами того, что ваша пациентка не беременна. Отсюда третье правило. Каждая женщина получает тест на беременность. Теперь с чистой совестью переходим к women-specific заболеваниям категории «То, что их убьет». Воспалительные заболевания органов малого таза и тубовариальный абсцесс. Воспалительные заболевания органов малого таза – взомт. Это воспаление внутренних женских репродуктивных органов – матки, фаллопиевых труб, яичников, а также прилегающих тканей. Тубовариальный абсцесс – это крайняя степень взомт. Статистически, лишь 15% взомт вызваны инфекциями, не передающимися половым путем. В большинстве случаев виновниками выступают гонорея и хламидия. Классический сценарий. Сексуально активная девушка, 20-25 лет, с жалобами на боль в нижних отделах живота и жар. Если есть подозрения на взомт, то обязательно надо провести гинекологический осмотр. Характерная находка – это чрезвычайная болезненность шейки матки при пальпации. Не поймите меня неправильно, пальпация шейки матки – процедура, неприятная любой женщине. Но вот если ваш пациент начинает кричать и подпрыгивать на кресле при прикосновении к шейке, это ненормально. Диагностика должна включать тест на беременность, тест на хламидию и гонорею, а также ультразвук органов малого таза, чтобы проверить, если там тубовариальный абсцесс. Перекрут яичника. Сестра перекрута яичка. Механизм очень похожий с одним нюансом. Перекрут яичника часто происходит на фоне увеличения объема этого яичника. Что я имею в виду? Очень часто, если один полюс яичника становится больше, чем другой, это и вызывает перекрут. Например, преобразование кисты яичника. Диагноз, как и при перекруте яичка, ставится на основании ультразвука с доплером. Внематочная беременность. А именно, разрыв внематочной беременности. Более 90% случаев приходится на трубную беременность, когда плод застревает в шейке одной из фаллопиевых труб. Когда плод достигает определенного размера, труба разрывается. Женщина при этом испытывает боль в нижних отделах живота и часто вагинальное кровотечение. Диагноз ставится на основании позитивного теста на беременность и отсутствия признаков внутриматочной беременности на ультразвуке. Апоплексия яичника. Кисты яичников – крайне частые явления среди молодых девушек. К сожалению, кисты имеют тенденцию рваться и кровоточить. Не каждая апоплексия является жизнеугрожающей, но нередко степень кровопотери является достаточной для развития гиповолимического шока. В первую очередь необходимо исключить эктопическую беременность. Далее диагнозу способствует ультразвук и гинекологический осмотр. Лечение зависит от степени кровопотери. На этом мой список жизни или яичников, угрожающих патологий, закончен. Теперь возвращаемся с небес в реальную клиническую практику. Common things are common. Дисменария. Сама по себе менструация – это больно. Многие девушки испытывают боли, болезненные и месячные. Несмотря на боль, это заболевание безобидно. Mittel schmerz. От немецкого «срединная боль». Догадайтесь, что это за боль такая в середине цикла. Правильно. Овуляция. Большинство женщин овуляцию не чувствуют, но для некоторых разрыв фолликулы и выход яйцеклетки из яичника становятся весьма болезненным процессом. Киста яичника. Перед тем, как порваться, киста растет. И делая это, она сдавливает окружающие ткани. Само по себе наличие кисты – не повод бить тревогу. Большинство кист проходят через естественную инвалидацию. Миома матки. Крайне частое явление среди женщин среднего возраста. Миомы на гистологическом языке называются леюмиомами – доброкачественными образованиями гладкой мускулатуры миометрия. Сами по себе миомы обычно безобидны, но могут вызвать дискомфорт в нижних отделах живота, особенно при менструации. Эндометриоз. Это наличие эндометрия вне полости матки и любимая патология на всех экзаменах. Олкуш – эти экзаменационные вопросы про легочное кровотечение каждый месяц. В реальности эндометриоз – это очень частая патология, но вот эндометрия обычно растет не в легких, а в толще миометрия, либо в окружающих матку тканях. При менструации эктопические эндометрии кровоточит и раздражает те ткани, в которых этот эндометрий находится. Диагноз ставится клинически с подтверждением на элективной диагностической лапароскопии. Заболевания, передающиеся половым путем. Гонорея и хламидия – наши лучшие друзья. Хочу обратить ваше внимание на континуум патологии – за ППП, затем воспалительные заболевания органов малого таза и в завершение тубово-реальный абсцесс, жалобы на боль внизу живота и иногда гной на отделении из влагалища. Простой тест на гонорею и хламидию позволит подтвердить диагноз, но вообще его можно поставить и клинически, без тестов. Не забивайте про тест на беременность. Инфекция мочевыводящих путей. Каждая женщина хотя бы раз в жизни сталкивается с ИМП. Связано это с анатомической близостью уретра и ануса. При этом уретра намного короче мужской, что способствует более легкому проникновению бактерий в мочевой пузырь. Для диагноза достаточно характерных жалоб на боль внизу живота, сжение при мочеиспускании и частые позывы к мочеиспусканию. Можно в дополнение взять анализ мочи, но это не обязательно. Выкидыш. На ранних сроках обычно не является жизнеугрожающей патологией. Однако выкидыши обычно крайне травматичны для женщин с психологической точки зрения. Большинство выкидышей в первом триместве связаны с хромосомными патологиями плода. Процесс, как правило, спонтанный и не требует медицинского вмешательства. Однако ваша задача – это объяснить женщине, что ее вины в произошедшем нет, что, скорее всего, была патология в развитии. Это послужило причиной выкидыша, что предотвратить это было бы невозможно. Если это не первый случай, то стоит отправить плод на гистологическую экспертизу. Гинекологические и злокачественные новообразования. Технический рак вашего пациента, конечно, убьет. Фактически для этого потребуется много-много лет. И ваша задача – рак заподозрить, но не обязательно его диагностировать. Боль внизу живота и вагинальное кровотечение у женщин после менопаузы – это злокачественная опухоль, пока не доказана обратного. Боль при сексе и неменструальное кровотечение у молодых женщин должны вызывать сильное подозрение на рак шейки матки. Таким пациентам необходим гинекологический осмотр и направление к гинекологу для исключения или подтверждения диагноза. Фуф, на этой ноте переходим к краткому обзору базовых инструментальных методов исследования для пациентов с острой болью в животе. Итак, в условиях приемного покоя в нашем распоряжении обычно есть УЗИ, рентген и, если повезет, КТ. На МРТ обычно рассчитывать не стоит, если ваш пациент острый. Поэтому начнем с рентгена, потому что он обычно есть везде. В каких ситуациях нам может пригодиться быстрый такой рентген живота? При подозрении на перфорацию, конечно же, для быстрого поиска газа под диафрагмой. Для многих детских патологий, вроде некротизирующего энтероколита или заворота кишок. А также, если вы думаете, что причина боли в животе лежит в невмонии или переломах нижних ребер. Констипацию и вздутие живота также можно увидеть на рентгене, хотя это не обязательно для постановки диагноза. Теперь поговорим об УЗИ. Я вообще большой фанат ультразвука и противник выделения ультразвуковой диагностики в отдельную специальность. УЗИ настолько важно, нужно и удобно, что любой врач просто обязан владеть базовыми науками ультразвуковой диагностики. В каких ситуациях УЗИ наше все? Дети, дети, дети. Аппендицит у ребенка – УЗИ. Инвагинация кишки – УЗИ. Пил и нефрит – тоже УЗИ. Опухоли – ну, конечно же, УЗИ. Все, что связано с кровотоками, также требует ультразвуковой диагностики. Перекрут яичника и яичка. Ущемление грыжи. Поиск любой жидкости в брюшной, привральной или прикардиальной полости от асцита до кровотечения селезенки. Все беременности и подозрения на беременности, да и вообще многие другие гинекологические патологии. Многие заболевания желчного пузыря. Ну и, конечно же, царь приемного покоя. КТ. На КТ можно найти вообще практически все. Проблема с КТ – это дороговизна, радиация, необходимость радиолога, а порой и недоступность самого аппарата. А так, это, конечно, шикарный метод диагностики. Все, что связано с воспалительными и злокачественными процессами, это КТ с внутривенным контрастом. Аппендицит, дивертикулит, внутриабдоминальные абсцессы, пилы, нефрит у взрослых, все возможные опухоли. Все сосудистые патологии – это КТ ангиография, расслоение аорты, мезентериальная ишемия. Камни в почках – это КТ без контраста. Совет. Если заказываете КТ живота, то всегда берите КТ живота и таза, чтобы потом не гнать пациента на повторные исследования, потому что патологическое образование не попало в срез скана. На этом заканчивается наш обзор патологий. Мы разобрали все демографические группы и поверхностно ознакомились с многими важными заболеваниями, а также с основными принципами неотложных инструментальных методов диагностики. Если вы поймете основной подход к клиническому умышлению по принципу демографических групп и разделение на срочные диагнозы и несрочные диагнозы, то я буду считать, что цель этого видео достигнута. Не пытайтесь заучивать наизусть патологии. Будет еще много и много видео, в которых мы будем разбирать каждое из заболеваний и стоящее в их основе патофизиологию в деталях. Если вам понравилось видео, то подписывайтесь на канал и ставьте лайк. В описании к видео есть ссылка на PDF-документ с конспектом всего того, о чем мы только что говорили, а также на мой профиль в Instagram, где я периодически выкладываю флеш-карточки на различные медицинские темы. Спасибо за ваше внимание и до скорой встречи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!